Всем привет, друзья! Сегодня мы посмотрим на такой интересный дистрибутив, который называется KachiOS. Что это такое? Это очередной бесполезный форк арча? Или же все-таки что-то интересное, на что стоит обратить свое внимание? Сегодня мы в этом разберемся. Итак, KachiOS проект довольно-таки молодой, появился он в 2021 году и уже практически 3 года он развивается. Я считаю, лично мое мнение, что KachiOS это, если не лучший, то один из лучших форков Arch Linux, потому что здесь реально постарались ребята, реально сделали классно. Вот это именно тот дистрибутив, который лично я хотел видеть еще очень давно, но в итоге я самого сделал. Ну, то есть я сделал свою сборку на манжаре в таком виде, в котором я бы хотел видеть готовый продукт, готовую систему, которой можно было бы пользоваться. То есть этот дистрибутив, он оптимизированный, он не имеет того мусора, который содержит в себе стандартные сборки того же самого Endeavor OS, манжары. Тут крайне мало посторонних пакетов. Итак, в данном случае у меня сборка KachiOS с оболочкой GNOME и обратите внимание, какое тут меню. Оно практически пустое, тут практически ничего нету постороннего, есть только необходимые программы, архиваторы, просмотры и так далее. И установщик качивает, собственно, терминал и так далее. И есть еще установщик программ Octope. Но больше всего модификации сделаны именно внутри системы, о чем мы дальше и поговорим. Для того, чтобы установить систему, значит, нужно скачать ИС-образ. На выбор есть два варианта ИС-образов. Это ИС-образ с гномом и ИС-образ с оболочкой KDE. И в данном случае у меня ИС-образ на гноме. Что ж, перейдем к установке этого дистрибутива и посмотрим, как он у нас весело устанавливается. Значит, установщик сразу после запуска ИС-образов на гноме. На гноме у вас ничего не выскочит, потому что на KDE-шке там сразу выскакивает меню установки. Тут такого не будет. Сразу придется залазить в меню приложений, потом заходить сюда и искать установщик. Установщик у нас подписан как KCOS Hello. После того, как мы его запускаем, у нас стандартное окно Каламараса получается. Можно поставить язык на русский. И нажимаем кнопочку запустить установщик. На выбор предлагает два варианта установки – офлайн и онлайн. Что это такое? Онлайн установка позволяет установить какие-то дополнительные графические среды и пакеты. Пум-пум-пум-пум, смотрим, как у нас работает онлайн установщик. Так, grab. Пошла загрузочка какая-то. И что дальше? Каламарас онлайн SH. Надо проверить. Так, и... Смиссия не запускается. В смысле, блядь, это что происходит? Какой-то глицей, чуть-чуть, блядь, что за хрень? Графические среды, то бишь, рабочие столы. Рабочий стол i3, без PVM, ценамон, там и еще некоторые другие. Вот. Это все вы можете найти в онлайн установщике. А офлайн установка просто скопирует текущую систему, которую вы сейчас видите перед собой, на тот диск, на который устанавливается система. И что мы видим, о чудо, нам пишет, что вы нифига не можете установить, потому что возникает вот такая вот ошибка. Бдумс, просто вот так вот. То есть, что-то они там накурались или в последних версиях своих из-образов, своих сборок, это касается и KDE, и Gnome, нифига не устанавливаются. Последние релизы не устанавливаются, вываливается вот такая ошибка. Но это еще не все чудеса скача ОС с установкой, потому что конкретно эта проблема, она еще решается. Но еще и другая проблема. Я попытался сегодня установить этот ОС-образ на флешку, казалось бы, на флешку, да? Любой ОС-образ другой, типа Endeavor ОС, Манжаро, они почему-то устанавливаются без проблем. А эта сволочь не хочет устанавливаться ни в какую. Типа, либо оставишь на жесткий диск внутри компа, а на флешку не хочу. Короче, вот такие вот у нас пироги. Поэтому мы будем сегодня смотреть на KCOS из виртуальной машины. В общем, как же его установить, этот KCOS, чтобы избежать этой ошибки? Закрываем всю эту фигню, выходим отсюда и переходим в браузер. Далее нам нужно попасть на сайт KCOS. Потом нажимаем на кнопочку Download. Потом спускаемся сюда. И тут, смотрите, как раз-таки мы попали на сайт. Вот у нас тут есть версия. Версия Release KCOS с рабочим столом KDE Plasma, с рабочим столом GNOME и с рабочим столом XVCE. Но Under Constructions, конструкция удалена. Так что рабочего стола XVCE тут как бы и нет. Но он установится через онлайн-установщик. Так что это, в принципе, не так уж и критично. Сейчас мы собираемся сделать следующее. Мы сейчас возьмем, залезем на страницу архива с образом KCOS и просто возьмем более старый образ. Потому что более старый образ, предыдущая версия, она устанавливается без проблем. А вот самая последняя версия, самый свежий релиз, с ним вы видели, что с ним происходит. Ссылочку на страницу архива с образами KCOS я оставлю в описании под роликом. Это SourceForge. То есть нажимаем на Download, потом переходим на SourceForge и попадаем сюда. Здесь он нам сразу подсовывает свой вонючий этот самый свежий ИС-образ, который нифига не устанавливает. Он нам не нужен. И далее ждем, пока вся эта фигня прогрузится. Потому что после того, как она у нас прогрузится... Да-да-да, вот у нас такая страница выскакивает. Сейчас еще немножко подождем. У нас тут должны появиться заголовки. Появили заголовки. Переходим на заголовок Files. Потом GUI Installer. KDE. И нам нужна вот эта папка 23.06.03. Вот сюда мы переходим, короче, и скачиваем отсюда файл файл вот этот вот 2.5 гига. Это как раз таки и есть тот предыдущий релиз, на котором все работает, все устанавливается. Так, и у нас тут еще есть с гномом каталог. Возможно, с гномом это тоже работает. Лично я просто не проверял. Но, может быть, тоже сработает. Так что берите себе на заметку, то есть, что можно перейти сюда, вот в каталог, точнее, на вкладку Files. Из-за вкладки Files можно потом попасть в архив версии, скачать предыдущую версию. Вот у меня образ KDE. Катч ОС KDE 23.06.03. Вот мы его открываем. Вот и запускаем виртуалку. И смотрите, какая у нас тут есть сразу особенность. Мы можем сразу установить Катч ОС с проприетарными драйверами NVIDIA. Вот написано Laster Cards Only 900+. То есть, для видеокарт старше 900-й серии. А видеокарты 900-й серии и младше, типа, для них драйвер, Катч ОС, Легаси, Хардвар. Вот это вот вторая строчка. Также можно запустить стандартный, в принципе, для Линукса, ММТ, СТ, Шелл и так далее. Что ж, погнали в сам по себе Катч ОС. Это первый пункт. Мы его выбрали, сейчас загрузится. Катч ОС. Обратите внимание, что здесь у нас даже сразу появилось установочное меню Катч ОС. Не знаю, что на гноме сразу не появляется, но вот на КДЕшке все у нас сразу, так сказать, предлагают установиться. Выбираем язык, конечно же, русский. Потом нажимаем запустить установщик и здесь на ваше усмотрение. То есть, либо онлайн, либо оффлайн установка. Как больше понравится. Ну и, как вы можете заметить, тут уже никаких проблем не возникает. Тут все нормально. То есть, смело можете качать Тесообраз предыдущей версии и с него устанавливаться. Далее все как по стандарту. То есть, выбираем язык, раскладку, клавиатуру, там все педали и поехали. Сразу предлагают, значит, файловую систему XF-C, потому что у Катч ОС какие-то там супер-пупер оптимизации под файловую систему XF-CFS. Но, по сути, как бы, кто читал, что такое файловая система XF-CFS, она предназначена больше всего для серверов и для работы с какими-то большими массивами данных. По нескольку гигабайт вот такие вот массивы данных, вот для этого предназначена файловая система XF-CFS, чтобы там что-то куда-то там перемещать, обменивать и так далее. Но в обычном компьютере для обычного человека такие операции как бы не нужны и смысла в такой файловой системе особо нету, потому что ее скорость и быстродействие, оно, так сказать, ощущается именно в условиях сервера при переносе большого количества данных. А на обычном пользовательском компе скорее всего вы этого не заметите. Да, и к тому же TimeShift скорее всего не будет работать с XF-CFS и мы лишаемся, получается, мгновенных снимков, мгновенных точек восстановления. И придется, скорее всего, делать это через R-Sync, занимает дополнительное место, там время и так далее. Короче, не очень интересно. Поэтому я сразу с XF-CFS переключаюсь на Butterfly, потому что это более удобная, скажем так, файловая система, которая при этом и по производительности ничем не уступает XF-CFS. Я вообще не понимаю, зачем они XF-CFS сделали основной файловой системой на выбор. Кроме того, ядро KCOS, оно тоже оптимизировано под Butterfly. Поэтому выбираем бетруку, нажимаем далее, вводим какое-нибудь имя компьютера. После того, как все установилось, перезагружаем компьютер, нажимаем «Перезагрузить». Готово. И все. И мы попадаем на рабочий стол нашей установленной системы KCOS. Значит, что касается самого по себе рабочего стола. Рабочий стол KDE тоже довольно сильно урезан. Если мы сейчас зайдем в меню настроек, то тут не будет множества пунктов. Вот так, если сделаем, то здесь, ну, вот это и все, короче. Нету пункта о системе и еще некоторых пунктов по системе тоже нет. Вот, то есть урезана оболочка KDE. Урезан набор приложений. Набор приложений тут, как и на Gnome, тоже только самый необходимый. Это сделано, разумеется, для облегчения самой по себе графической оболочки и для уменьшения потребления оперативной памяти. Очень классная фишка. Я, в принципе, у себя сделал точно так же. Урезал графическую оболочку в тех местах, где не нужен как бы лишний функционал. Сюда входит файловый менеджер, там архиватора, там настройки, там всякое такое. Короче, стандартный инструментарий. В качестве менеджера для установки приложений предустановлен так называемый CacheOS, который похож больше на какой-то из тех установщиков, вот я хз... как он называется-то правильно? Лол. Они все подписали как CacheOS, но на самом деле у него какое-то другое название. Этот же установщик пакетов я видел в NX Linux. Не помню, как он называется, но он там есть. В общем, это не родное, так сказать, они его модифицировали просто под себя. И сейчас мы плавно перейдем к тому, почему они это сделали и почему они вообще заморочились с добавкой сюда пакетного менеджера. Менеджера для управления пакетами графического. После того, как мы установили систему, первое, что нам нужно сделать, это открыть терминал и обновить систему. Во-первых, потому что она старая, это предыдущий, скажем так, релиз качника CacheOS, его по-любому нужно обновить. И во-вторых, потому что мы ничего больше не установим, пока не обновим систему. Поэтому пишем sudo pacman issue и две буквы U. Это чтобы базу данных как бы обновить и обновить систему. Вводим пароль. База данных заблокирована. Какого черта? походу надо почистить sudo pacman SCC Cache почистить. SC sudo pacman SCC зацепить. Зацепить. sudo rm varlib dblk все. И после этого, короче, каким-то образом заблокировался pacman и я его только что разблокировал. Надо просто удалить этот файл dblk и все встанет на свои места. Наконец-то переходим к обновлению системы. И вот тот самый тот самый момент, который я хотел показать. То есть у нас тут кастомные репозитории от kachos kachos v3 kachos core v3 и extra v3 и kachos просто репозиторий. Если мы перейдем в pacman точнее в конфигурационный файл pacman kachos pacman.conf вот то мы здесь увидим следующее что у нас тут то есть тут у нас стандартные репозитории есть multilib стандартные extra и стандартные core и кроме этого у нас еще есть репозитории от kachos и отсюда вытекает следующая проблема что мы не можем нормально иногда обновить пакеты потому что они конфликтуют с пакетами из kachos потому что в kachos лежат не просто кастомные пакеты а там еще лежат пакеты такие же как и в репозитории стандартном зачем они это сделали какого черта кто предложил такую тупорылую идею я понятия не имею но это иногда становится проблемой особенно для меня потому что я люблю пользоваться по макам это менеджер установки приложений тоже графический но не такой каличный как вот эти вот установщики пакетов kachos и прочее а вот эта вот шляпа которого они сюда вставили кстати в репозиториях kachos забегая вперед есть тоже по мак который они с аура собрали это вот еще отличительная особенность в отличии от archlinux в арчи в репозиториях там нету нифига если тебе что-то нужно по-любому чиху беги в ауру собирая пакеты оттуда здесь же такого нету здесь ситуация в этом плане получше тут все-таки побольше пакетов в репозиториях ну так вот из-за того что тут несколько репозиториев разных иногда при обновлении может возникнуть конфликт зависимостей и вот как раз таки вот эти вот программы которые они сюда вставили качиос пакетинсталлер и октопи они могут помочь решить эту проблему в том что они так настроены эти программы что они устанавливают сначала у них у них короче в приоритете установка пакетов качиос из репозитория в качиос а не из стандартных вот в чем фишка и поэтому они лучше могут разрешать зависимость и могут решать иногда вопросы с ошибками обновлений когда когда попадаешь на какой-то конфликт вот такие вот дела то есть это конечно же неудобно это иногда мешает да не иногда часто мешает я люблю пользоваться по макам по мак пытаются по умолчанию ставить пакеты из официальных репозиториев а не из репозиториев качиос то есть у него в приоритете официальные репозитории и возникает конфликт потому что такие же пакеты есть и в качиос одинаковые пакеты но они почему-то не дружат с пакетами из репозиториев и получается жесть поэтому я как человек который любит пользоваться по макам для меня это было крайне неприятно так дальше что насчет тут есть такого интересного есть у нас кернел менеджер не тут а вот в меню кернел менеджер качиос кернел менеджер что это такое это меню в котором у нас есть выбор ядер а почему не открывается о то так вот здесь мы можем выбрать любое ядро которое мы хотим они подписаны то есть что означает каждый из них есть харнет ядра с повышенной безопасностью есть обычные ядра есть оптимизированные есть неоптимизированные и так далее по поводу всех ядер и вообще всех оптимизаций которые содержатся в качиос у данного дистрибутива есть отличная подробная документация которую вы можете почитать по ссылочке в описании под роликом там и про ядра там про все короче написано какие оптимизации используются за что кстати реально большой респект разработчикам потому что ты ставишь себе ядра не на бум а ты хоть что-то как бы читаешь и более-менее понимаешь что ты себе устанавливаешь то есть есть какая-то ясность в этом плане но вернемся к керноменеджеру и так допустим вот у нас помечена галышкой что установлено обычное ядро linux качу с такое-то мы его берем выделяем потом нажимаем настроить и мы попадаем в меню так называемые настройки ядра но это не просто мини настройки ядра здесь мы можем просто выбрать то что нам нужно из оптимизации которые доступны для ядра качи оэс есть так называемая условная оптимизация под процессор там допустим натифа мд intel зен зен 2 под разные короче архитектуры и типы процессоров но по факту это просто пересборка ядра идет то есть идет просто перекомпиляция ядра согласно тем флагам которые находятся в конфигурационном файле makepack.com кстати к которому мы сейчас тоже перейдем потому что он тоже довольно-таки интересный cutetc makepack.com вот здесь они тоже сделали оптимизации точнее не оптимизации а просто отредактировали этот файл и добавили сюда значение my originative o3 потом включили rust flag тоже на 3 make flag изменили и ninja flag изменили что касается make flag но это параметр который просто включает все доступные ядра точнее все доступные потоки для компиляции и ninja flag тоже это для ninja компилятора кстати тоже очень классное решение также тут еще по дебаг флагам немножко добавили но основные изменения касаются как раз таки внедрения значения o3 и само по себе ядро качуэс оно заточено именно под работу с флагом o3 ну конечно можно использовать и с флагом o2 и так далее но в этом и плюс как бы что ядро заточено под более быструю компиляцию и оно реально быстрее компилирует то есть я собирал на стандартном манжаровском ядре ядро качи оэс на двух ядрах четырех потоках собирал его за четыре часа а уже на ядре качуэс стандартном собирается такое же ядро стандартное качуэс собирается на том же самом железе на двух ядрах четырех потоках собирается уже за два часа то есть ядро качуэс в два раза быстрее компилирует с такими флагами любые пакеты которые нужно собирать и это очень классно вот в этом реально как бы сделали проделали большую работу и это первое то что мне понравилось в этом дистрибутиве это вот сборка пакетов что касается вернемся опять же к этому меню керменеджер по сути оно беспонтовое оно реально беспонтовое потому что на любой пук опять же на любой чих нужно перекомпилировать ядро если мы нажмем кнопочку выполнить она у нас пойдет скачивать исходники с гитхаба и компилировать это все дело перекомпилировать ядро будет что опять же не очень классно потому что это время это все такое короче это это не то меню где можно реально там в онлайн режиме какие-то настройки ядра включать какие-то твики включать нет здесь все будет завязано на перекомпилирование ядра также в этом дистрибутиве из коробки присутствуют такие оптимизации как cpo power ananisi haveget и так далее в общем вся вот эта пачка оптимизаций которую я вручную там у себя в своей сборке все это дело вставлял настраивал чтобы все это при установке встраивалось в систему все это разработчики качи включили и в свою сборочку и это еще еще одна причина по которой она мне понравилась эта сборка откачивалась потому что там вот те оптимизации опять же которые я хотел видеть в сборках линукса но ни в одной из них кроме как на фидоре там один чувак собирает на бару и еще есть некоторые про огору до линукс даже не напоминайте это какой-то просто разожравшийся слонопотан который только жрет оперативную память и больше ничего хорошего не делает там над оптимизациями даже не старались вот поэтому этот дистрибутив по оптимизациям мне очень зашел да у него есть конечно проблемы но та пачка оптимизации которую лично я включил в свою сборку вместе с оптимизированным ядром которое сочетается с этими оптимизациями дает такую платформу на которой скажем так можно работать на которую можно переходить и уж те кто пользуются арш линуксом господи по любому себе смогут и допилить и вот эти вот косяки точно обойдут ну а по факту использования система да блин она практически практически такая же как и арш линукс я бы сказал даже это улучшенный арш линукс просто потому что там тоже просто она пустая практически пустая и ты добавляешь туда свои пакеты которые тебе нужны то есть по факту ты ставишь сборку которая содержит в себе просто набор оптимизации и больше ничего все остальное ты добавляешь туда сам потом в качу есть собственный браузер который на самом деле переделанный с браузера либрфокс с либрфокса переделали на свой он по умолчанию какой-то там супер приватный и так далее ну я реально его короче браузер попользовался и он мне понравился тем что он просто куки не сохраняет и ты получается ходишь по страницам и не оставляешь особо следов что-то вроде режима приватности в обычном файерфоксе только эта приватность работает в принципе по умолчанию на весь браузер и в качестве поисковика по умолчанию тут собственно поисковик качаоэс кстати он такой забавный сейчас вот зайдем на него посмотрим вот называется в хугл в хугл блин кажется я его придумаю вот но этот поисковик он конечно далек от совершенства на самом деле особенно пользоваться невозможно но как идея он прикольный и по сравнению с рашлинуксом здесь больше пакетов из репозитори здесь есть даже те пакеты которые как бы в ауре лежат но здесь разработчики об этом позаботились компилировали положили в репозитории вот у нас тут есть допустим по стиму по стиму по играм у нас есть какие-то специальные пакеты есть геймскоп какой-то микро микрокомпозитор для стим для стим мос потом че еще тиска интересного протон апкюты в репозиторе и даже компилировать не надо геймскоп стим найти фронтайм это уже такое короче вот уже уже парочку пакетов добавили сюда из-за аура насчет остальных я хз не сравнивать с аршлинуксом но хотя бы протонапкюты и геймскоп как бы это классно что они сюда добавили ну и так в принципе и в других репозиториях то есть что-то где-то они подобавляли саура там собрали в репозиторий качаос и это действительно классно потому что не нужно лишний раз что-то компилировать ты просто берешь и ставишь это саура вот сейчас даже 602 мегабайта оперативной памяти жрет система в холостую вот с таким набором приложений которые тут есть со всеми этими сервисами короче то есть качи оэс на кдэшке сразу после установки у вас будет жрать там примерно 600 700 мегабайт оперативной памяти в холостую вот я считаю что это ну хороший результат особенно для того что они положили для этих оптимизаций с учетом того что еще можно установить там проприетарные драйвера на старте системы то есть все это очень классно выглядит и такой привлекательный малый так сказать жор оперативной памяти и так резюмируя все вышесказанное я могу сказать только одно точнее даже не просто сказать а предостеречь тех кто возможно захочет поменять платформу не стоит переходить на качу с если вы уже сидите на каком нибудь дистрибутиве типа манжары федоры набары или каком нибудь другом подобном проекте который и так уже без того как бы хорошо проработанный более менее нормально работает система уходить 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 не стоит потому что на качу с нахват больше проблем чем каких-то положительных моментов с другой стороны для тех кто сидит на каком нибудь там арч линуксе endeavor с или гаруди линукс или какой-нибудь другой подобной шляпе то я рекомендую вам попробовать качу с из-за отрицательных моментов у вас там будут те же самые косяки арч линукса которые как бы наследуют все его форки особенно те которые прям реально базируются на репозиториях арч линукса но при этом вы получите неплохой такой буст в плане производительности более высокий фпс в играх и вообще в принципе более лучшую отзывчивость системы в целом и если вдруг кто-то задумал переехать на качу оэс чтобы собрать себе какое-то там супер оптимизированное ядро с помощью кернел менеджера которого там есть у вас ничего не выйдет потому что кернел менеджер он просто перекомпилирует ваше ядро с флагами которые указаны в мейкпак и конф еще раз обращу сможет перекомпилировать себе ядро прям чисто с флагами под амдшку или под нвидио или под intel нет такого не будет ядро просто тупо пересоберется оно будет конечно да нативно лучше работать на том железе на котором стоит хотя это еще 50 на 50 потому что я какого-то особого прироста производительности после этого не заметил если на манжаре допустим компиляция ядра качу оэс это вынужденная мера потому что по другому не установишь то на самом по себе качу оэс это практически бесполезно потому что особо вы ничего от этого не выиграете вот то есть поэтому ради этого тоже не стоит ставить эту операционку она прикольная она классная она модная молодежная какой-то как сказать новая какая-то фишка для будущего развития есть но как систему на постоянное использование особенно если уходить с какого-то более хорошего более стабильного дистрибутива как манжара я бы не рассматривал как бы в этом виде данную операционку это чисто для энтузиастов и для тех вот если выбирать между Arch Linux и качу оэс я бы порекомендовал качу оэс потому что качу оэс 100% лучше чем Arch Linux стандартный 100% больше положительных моментов по самой системе которые понравятся вам больше чем в этом пресловутом Arch Linux а проблемы как бы и приколы эти вот арчевские с репозиториями и прочей шляпой они вас настигнут и там и тут только от качу оэс у вас будет больше положительных эмоций в итоге чем от Arch Linux вот и все ну а на этом все смотрите мой канал и всего вам доброго